В общем, случай реальный, который я читал, по-моему, произошёл в Германии, в ФРГ. Во-первых, проституция станет же не только, когда мужчины покупают женщин нормальной ориентацией, а, в общем-то, и для мужчин ненормальной ориентации тоже. То есть вы можете себе представить такую ситуацию, когда вы, человек совершенно нормальной ориентации, без каких-либо проблем, потеряли работу, сидите на пособии. Вот такой случай был, его описывали. То есть мужчина приходит в бюро по трудоустройству, ему предлагают работу пассивным гомосексуалистом в борделе для голубых. Он отказывается, ему снижают пособие. Он опять приходит через несколько дней, пишет, опять есть вакансия, опять предлагают работу пассивным гомосексуалистом в борделе для голубых. Он опять отказывается. Его лишают пособия, и всё, работы нет. то сдохни с голоду. Поэтому, если уж вот так всё по-взрослому, то с нашим маразмом могут и вот такие ситуации возникнуть, как бы, в случае легализации проституции. То есть, мужики, думайте об этом. Во-первых, сразу возьмите за аксиому, что проституток у нас в обществе не любят. В первую очередь не любят бабы, потому что почти 100% бабы – это бытовые проститутки, и проституток вот этих прямых розничных они дико ненавидят, потому что эти розничные проститутки, они им ломают конкретно монополию, ломают на вот этот вот платный секс в виде оптовый секс, в виде там брака, в виде манипулирования мужчинами. То есть, они как бы бабы сильно ненавидят. А вы знаете, когда бабы ненавидят, это она, то есть, она ненавидит реально сильно. Вот, поэтому все бабы, которые как-либо получат возможность контролировать и курировать там этих вот легальных проституток, они с них будут люто и жёстко драть взятки. Все чиновницы, все там инспектора, все службы, везде, где бабы. Вот, я думаю, мужчины в этих службах тоже как бы ни дураки, они от них тоже не останутся. Вот такие дела. Что ещё хочу сказать? А, вообще, вот ещё добавить такой морально-этический момент. К сожалению, я потерял статью, попадалась мне когда-то в каком-то живом журнале, статья про этих самых легальных проституток в Австралии, про публичный дом. Вот, как-то там всё, ребята, совсем не романтично. То есть, поход к проституткам, это вообще ситуация, с моей точки зрения, не романтичная. Вот, а там как-то совсем плохо. То есть, там этого клиента сначала осматривают на входе, потом проверяют металл детектором, вот, потом он поднимается по лесенке к этой проститутке, она его заставляет вымыться при ней же, потом она внимательно в лоб рассматривает его половые органы при нём же. У ней, там, это сигнальная кнопочка, которую она может нажать в любой момент, извините, охрану вызвать. То есть, не знаю, у кого-то, может, у кого-то, конечно, и встанет в таких условиях. Ну, любят человек ролевые игры, вообще, там, мазохист, там, когда его наказывают, там, ну, может, кому-то кого-то это и возбудит, но, мне кажется, 99% мужчин это оттолкнёт от всей этой замечательной процедуры. Хотя, конечно, ну, безопасность проституток, они же женщины, она превыше всего. Вот, так что я не думаю, что легализация проституции будет, приведёт именно к тем результатам, которые вы от этого ждёте. Вот, во-первых, в России этого никогда не будет, в силу ряда причин. У нас, это самое, бандиты, которые сидят у власти, они дружат с теми бандитами, которые в рясах. Вот, у нас страна постепенно уходит в сторону этого религиозного фанатизма. То есть, количество дебилов будет ещё больше увеличиваться. Вот, а легализация проституции, это всё-таки, ну, как бы, для этого правительства нужно нормально, и страна не должна, так сказать, страдать религиозным фанатизмом. Вот, ну вот, если бы оно было, то было бы вот именно так. Короче говоря, от меня ждут ответа, что после легализации проституции цены на неё резко упадут. Я абсолютно глубоко убеждён, ребята, что цены на неё вырастут. Причём не в два, не в три раза, а может быть в порядке, в порядок, может быть раз в десять даже. Обратимся к примерам из тех стран, где проституция уже легализована. Вот, мне попадалась парочка очень хороших статей про проституцию в Австралии. Вот, там это всё легализовано, там есть эти самые публичные дома, оборудованные по последнему слову техникой и потребностям, так сказать, всех участников данной, так сказать, профессии. Вот, в Австралии это легальный бизнес. Обычно 200-250 австралийских долларов в час дневная зарплата среднего звена менеджеров в крупной компании. Вот, если отсюда отталкиваться, то, если в Австралии это дневная зарплата среднего звена менеджеров, то у нас после легализации проституции это будет зарплата примерно недельная, в лучшем случае. Или двухнедельная среднего звена менеджеров в крупной компании. Такого порядка цены будут. то есть они подскочат где-то вот, вот несколько раз они подскочат, так там, час-час там, средней паршивости проститутки там от 3 до 5 до 6 тысяч, а станет 12, то есть вот, соответственно, во сколько там, ну, 2,5-3-4 раза, вот так вот.